Традиционный 21-й слёт юных конструкторов состоялся в Иванове на базе Центра развития дополнительного образования детей. 60 изобретателей представили свои работы в направлениях авиация, судомоделизм, радиотехника, техническое моделирование и космическая техника. Этот год прошёл под знаком 50-летия со дня полёта в космос в первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. И поэтому некоторые ребята посвятили работы именно этой теме. Космическая тематика в последнее время, ну скажем так, не очень широко представлена на наших выставках. Я считаю, что здесь несколько причин. Во-первых, изготовление космических моделей, действующих, требует серьёзных материально-технических и интеллектуальных, скажем так, затрат. Поэтому, возможно, их не столь и много. Один из экспонатов представлял собой действующую модель спутника, в котором Валентина Терешкова совершила полёт. Педагоги дополнительного образования говорят, что в советские годы, когда техническое творчество было представлено почти в каждом дворце пионеров, уровень сложности моделей был на порядок выше. У нас были условия, конечно, куда лучше, там и более сложные делали модели, естественно. Ну, а в школе как кружок. Это просто как кружок у меня. И по времени мало, и, собственно говоря, возможности ограниченные. Самым популярным направлением моделирования у ребят остаётся авиация. В ней традиционно самая большая конкуренция. Вот этот самолёт смастерил Артём Ремезов, обладатель звания лучший моделист-конструктор прошлого года. Я занимаюсь с раннего возраста, уже около 10 лет. Это, наверное, 30-я, может, модель. Это же резиномоторная модель, достаточно простая, с резиномоторным двигателем. Просто фюзеляж резин натягивается, и при отпускании мотора она раскручивается, и самолёт взлетает в воду. Ребята презентовали свои модели и продемонстрировали знания по физике и математике, без которых невозможно сконструировать действующую модель. Теоретический тур позволяет жюри понять, кто больше работал над созданием экспоната – ребёнок или педагог. По итогам конкурса звания лучший конструктор-моделист присуждено Александру Машину из Кохмы. Он построил модель большого корабля. Теперь юный конструктор может претендовать на президентскую премию для поддержки талантливой молодёжи. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.